В парке «Россия. Моя история» состоялись торжественные мероприятия с участием первых лиц региона, а также военнослужащие, среди которых было немало фронтовиков. Торжественный концерт предварила встреча губернатора Игоря Руденя, руководителя фракции «Единой России» в Госдуме Владимира Васильева и военного комиссара Тверской области Валерия Зайко с участниками специальной военной операции, а также семьями бойцов. По итогам разговора военнослужащие отметили, как для них важно внимание, оказываемое в родном регионе. Я благодарен за высокую оценку своего труда. Я никогда в своей службе не жалел, что я выбрал такую профессию. Даже, как говорил Михаил Илларионович Кутузов, то есть это самая большая честь носить мундир. Вот я, наверное, испытал такую огромную гордость, стоя рядом с губернатором на той земле, где я родился. Отдельно зашла речь о работе добровольцев. На сегодня из Тверской области на передовой отправлено свыше тысячи тонн гуманитарных грузов, в которые вошли экипировка, оборудование, техника, продовольствие, собранное региональным правительством, предприятиями, жителям Верхневолжья. Одной из таких движений помощь Донбассу возглавляет Ольга Левитина. Начинала как волонтёр, а с прошлого года подписала контракт и отправилась на фронт санинструктором. Однако и работу по сбору помощи не забывает. Вот в преддверии 23 февраля такого важного праздника для всей страны мы отправили очередной гуманитарный груз. Три автомобиля, предназначенные для эвакуации раненых. Общее количество автомобилей, которые были отправлены Тверским штабом помощи Донбасса, 30 единиц техники. Ну и, конечно, накануне праздника не обошлось без торжественного концерта. Участие в нём приняли ветераны Великой Отечественной войны, военнослужащие, сенаторы Российской Федерации Андрея Пишина, Людмила Скаковская, депутаты Госдумы Владимир Васильев, Сергей Веременко, Юлия Саранова, председатель законодательного собрания Сергей Голубев, главный федеральный инспектор по нашей области Игорь Жуков, митрополит Тверской и Кашинский Амбросий, космонавт Сергей Корсаков. Также на мероприятии присутствовали почётные граждане Верхневолжья, главы муниципалитетов, руководители вузов, представители общественности. С прелестным словом к ним обратился губернатор Игорь Руденя. Тверская земля дала России более 190 генералов и адмиралов. Здесь родились, жили, учились и служили более 300 героев Советского Союза и Российской Федерации. В наши дни, в новой схватке с неонацистской нечистью, внуки и правнуки, победители отстаивают суверенитет России каждый день, совершая новые подвиги. Завершил этот день праздничный концерт. Творческие номера представили вокальный коллектив академического ансамбля песни и пляски российской армии имени Александрова, мужской хор «Русский формат», заслуженный артист России Сергей Волчков, певица Юлия Паршута. Ведущим концерта выступил актёр театра и кино, кинорежиссёр, народный артист РСФСР Станислав Любшин.